МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале день города Балхашцы. И стану серживаться качения, а город друженник Балхаш. Цена слова. 250 тысяч тенге получил самый лучший импровизатор в Вайт-Иссе. Дорожные перепалки. На улице Караминди-Би. Скутер въехал в Митсубиси. Заворачивая на другую улицу, иномарка не пропустила двухколесный транспорт. Авария случилась поздно ночью. 23-летний водитель авто заворачивал с улицы Караминди-Би на Мусиных. На встречной полосе ехал скутер. Иномарка не уступила дорогу. 32-летний водитель мопеда не успел затормозить. При столкновении он получил сотрясение головного мозга, переломы ноги и руки. В результате водитель мотоцикла был госпитализирован в центральной больнице различными переломами. На данный момент возбуждено уголовное дело. По данному факту в дальнейшем будут выясняться обстоятельства. Водитель автомашины в Митсубиси однозначно будет лишен права управления. Городские именины. В выходные балхажцы праздновали 78-й день рождения города. Хотя дата и не юбилейная отмечали с размахом. И даже хмурая погода не испортила настроение. Краткий обзор развлекательной программы в следующем материале. Балхажцы отмечают день города два раза в год. Весной и осенью. В апреле городу присвоили официальный статус. А вот празднование решили перенести на сентябрь. Потому что после хорошего лета и сбора урожая это самое время для гуляний. Творческие балхажцы поздравления городу выразили своими работами. На Алии Астаны мастера-профессионалы устроили выставку поделок и картин. На полотнах родные улицы и достопримечательности. А те, кто только в начале творческого пути, доказывали свой талант в конкурсе. Победительницей среди юных художников стала семилетняя София Дагаева. Я нарисовала карусели, танк, озеро Ива и мою семью. На это ушло несколько дней. Из сердца края комбинат. Факт социального значения. Возник несказочный мираж. Дистанк усевшего качения. А город Друженик-Балхаш. С музыкальными открытками на импровизированную сцену вышли школьники в зажигательной программе «Танцы народов мира». А эти ребята в нарядах овощей, помидорки, морковки и баклажаны собрали поздравительный осенний букет. Костюмы для шоу-программы школы готовили сами. Танец был капуст. Сделано из поролона. Сделано из краской покрасили и собрали проволочкой. Ушло это, ну, неделька ушло точно этот костюмчик готовился. Танец создали мы за три дня. Как выглядеть на все сто? На светской вечеринке или на детском утреннике показали местные парикмахеры. На главной площади города мастера ножниц и расчесок устроили дефиле. Каждый из пяти специалистов представил по три модели. У нас были эксклюзивные прически, которые можно носить не только на вечера, но и в повседневной жизни. Офисный стиль был и для людей, которые просто хотят выделиться в толпе. Яркой точкой дня стала вечерняя программа «На набережной». Здесь угодили всем. Ретро-вечер для старшего поколения и шоу для молодежи. А в финале – дискотека. Виктория Буханцева, Асхат Токбаев, Оркин. Словесная дуэль. Во Дворце культуры прошел региональный айтез Акынов-импровизаторов. Люди творчества отметили 150-летний юбилей Шашубая Кошкарбаева. Десять музыкантов сошлись в битве за главный приз – 250 тысяч тенге. Подробнее в следующем материале. Сбор певцов в честь народного исполнителя объединил лучших со всего Казахстана. Принимали участие в сражении слов и мысли Акыны из городов Алматы, Астана, Павлодар, Караганда, Балхаш и районов Шетска и Актагая. Темы дня – творчество Шашубая Кошкарбаева и 550-летие казахского ханства. Сегодня большой праздник. Шашубай Кошкарбаев известен не только для жителей Балхашского региона. Про него знает вся казахская земля. Подготовился хорошо, но только все зависит от поддержки зрителя. Что победит – удача или опыт? Мы еще посмотрим. Я тоже подготовился хорошенько. Конечно, приехал за призом. Как говорят в народе, надежда не умирает. Судьи разделили соперников по парам. Первыми открыли поэтический турнир алматинец Айбек Кирижеп и Аспанбек Шугатаев из Павлодара. 20 минут дается на то, чтобы победить в песенном диалоге. За находчивость и оригинальность – 10 баллов. Сильнейшие встречаются в финале. Некоторые участники не смогли полностью раскрыть заданную тему. Нужно было петь о творчестве композитора и о казахском ханстве. Конкурсанты отдалялись от направлений и использовали запрещенные приемы. Но если говорить в общем, то айтез прошел на уровне выше среднего – на хорошем. Дебютный айтез на Балхашской сцене закончился спустя 6 часов. Все участники без исключения получили специальные призы в конвертах. А главный приз в сумме 250 тысяч тенге достался карагандинцу Айтбаю Жумагулову. Братья наши меньшие. В этот день не остались в стороне четвероногие и крылатые балхашцы. Впервые в традиционном зооконкурсе приняли участие пернатые. О редких породах голубей и уникальных в городе собак расскажет Виктория Буханцева. Польская рысь, английские карьеры, узбекские двухчубы и не только. Почти 30 разных пород выставили местные голубеводы. На зооконкурсе пернатые с дебютом, но от этого зрителей у них не меньше. Сейчас очень много пород завозится с зарубежья, с Украины, с России. Сейчас, конечно, голуби стали более качественные, чем они раньше были. У нас было в городе до 100 человек, было сейчас очень мало. Очень мало. Ну, это всё упирается в финансы. Тяжёлое кормление. Достойные соперники небесных пташек, собаки, шестеро четвероногих пришли блеснуть уникальностью породы и достойной родословной. Кэри Блю Терьер, немецкий шпиц, стафарширский и эрдель Терьер за замысловатыми названиями «добрые и забавные псы». Называется Кэри Блю Терьер. Ирландский бородач ещё называют его по-другому. Ну, он у нас просто долгожитель, живёт до 22 лет, не линяет, шерсти у него нет. И к двум годам он меняет окрас свой, из чёрного превращается в серого. Ну, пока на данный момент, сколько я знаю, у нас вроде одна пока особь этой породы в алкаше. У чёрного козырка произвласти металл, потому что там болит ещё и собаки, чем в Алмате, в Караганде. Ну, а это мы произвели уже с Алматы девочкой. Сыну вот так захотелось, он говорит, всю жизнь мечтал мопсов, как люди в чёрном. Вот это вот наша первая, поймёт, девочка. Смотрите, какая симпатичная. Для каждого хозяина его любимец самый лучший. Но конкурс есть конкурс. Будем определять по породности, по индивидуальным качествам, по экстерьеру, то есть по внешним признакам соответствия породе. Отбор идёт по этому критерию, что каждый раз, чтобы не повторяться. У нас в прошлом году, например, тут кавказские обчарки, долги, а теперь уже совсем другие. По размерам меньше и по породе другие. Без подарков никто из участников не остался. Все получили поощрительные призы. А победители наградили радиотелефоном, термопотом и набором посуды. Виктория Буханцева, Илья Стокебеков, Оркин. Своё вкуснее. В честь Дня города приятный сюрприз местным жителям сделал один из бизнесменов. Фирма устроила распродажу продуктов по выгодным ценам и бесплатную дегустацию. Эфир, йогурт и бифидокси. Эти продукты испробовали жители нашего города. Акция сделана в Казахстане. Сегодня представила продукцию из фирмы Болхашсут. Покупки приятнее с музыкой, поэтому к площадке одного из торговых домов приехал в концерт. Привлекали покупателей не только живые молочные герои, но и ценные продукты подешевели на 5 тенге. За час в кардины Болхашцев ушла партия товара почти на 17 тысяч тенге. Такая акция проводится по всему Казахстану. Мы решили и в нашем городе прорекламировать местных производителей. Ведь в тяжелых экономических условиях нужно объединяться. В уличном стиле любители искусства изобразительного поздравили город граффити. Пустущая стена стадиона «Металлург» запестрела новыми рисунками. Вместо холста бетонный забор, вместо кисти баллончики с краской. 12 школ дали Белой ограде новую яркую жизнь. В имениной родного города тема для творчества одна. Запланировали сделать зарисовки на стене стадиона «Металлург». Как та стена у нас имеет рисунки, и эту пустующую сторону решили заменить рисунками. Тема рисунков посвящена городу вчера, сегодня, завтра. В конкурсе принимают учащиеся 12 школ. По окончанию зарисовок все участники будут награждены. Школьники и учителя в своих рисунках вспомнили, как все начиналось, и поразмышляли, что же будет дальше. На полет «Фантазия» один пролет между балками. Сначала разрабатывали детальный эскиз, а уже потом творили в масштабе. Мы взяли верблюда у нас в степи, в стороне Конрада очень много верблюдов. Затем завод – это одна из главных достопримечательностей, можно сказать. Затем тюльпаны – это одно из символов Казахстана, и у нас в наших окрестностях тоже растут тюльпаны. И это все мы решили взять под казахский национальный стиль, так как мы живем в Казахстане. Достояние Балхаша – это наш завод, наше озеро, его природа, красота, чайки вон. И поэтому мы решили такую тему взять, как совместить наше все балхарское достояние и главное то, что есть в Балхаре. На сегодня все. Завтра в 20.15 смотрите следующий выпуск. До свидания.